В прошлом выпуске у меня были очень странные белые волосы, вы не пугайтесь, я просто снимал контент на свой канал и этот видос выйдет буквально через неделю, так что если вам интересна магическая битва, то подписывайтесь на мой канал. Всем привет, с вами Виктор Тарануха и в эфире легендарные новости. Именно здесь вы найдете свежие и сочные новости, слухи и сплетни прошедшей недели из мира Лиги Легенд. В обозримом будущем разработчики планируют взяться за сокращение мобильности, в том числе ослабить те факторы, которые сводят на нет слабые стороны классов, вроде слишком ловких джаггернаутов. Эти изменения появятся через несколько обновлений. Ну а сейчас давайте посмотрим, какие планы у разработчиков на следующий патч. Вуконгу снизит прирост АД с уровнем, из-за чего на 18 уровне он потеряет около 9 силы атаки, а также снизит скалирование Q на 5%. Нерв адекватный и спровоцирован недавним усилением сокрушителя богов, который поднял винрейт чемпиона на 1,5-2%. Кайзи незначительно ослабят раннюю игру, увеличив перезарядку Q на первых уровнях. Варусу снизит урон усиленной стрелы при помощи W. Насусу на 2% снизит пассивный лайфстил. Как и в случае с Вуконгом, этот нерв продиктован усилением сокрушителя богов. Гнару уберут два базового АД, а Ринектону ослабят сустейн на линии за счет ослабления лечения скушки по миньонам. Скорее всего, эти два нерфа призваны освежить топ-лейн-мету на просцене, ведь потихоньку стартует летний киберспортивный сезон. Например, уже стартовал американский LCS. Континентальная же лига запустится ориентировочно 26 июня. Талону снизят силу веера клинков и сместят урон на вторую фазу умения, когда клинки возвращаются обратно к талону. Удир уже в очередной раз ослабят урон Феникса. А теперь перейдем к бафам. Райот продолжают потихоньку возвращать к жизни Рамуса и Гикарима. Рамусу усилят защиту и ускорят откат ульты, а Гикарима увеличат урон Q и базовую физическую защиту для более комфортной зачистки леса. Дрейвену поднимут урон вращающихся топоров. Илаой на десятку увеличит прирост маны за уровень, что позволит на линии использовать 2-3 лишних скилла до истощения полоски маны. Мальфиту поднимут урон W, дополнительно подчеркнув его статус физического танка за счет увеличения скалирования от армора. Зигсу усилят урон Q и ускорят скорость полета ульты. Джарвану сократят откат щита с 12 до 9 секунд. Офелию готовят комплексный ребаланс, который разработчики позиционируют как баф, хотя часть Офелий-мейнеров не разделяют такую точку зрения, считая это ослаблением. Ну и в конце на лайв-серверах должен появиться обновленный Доктор Мунда. К слову, на сайте уже обновили его биографию, правда она не сильно отличается от предыдущей, разве что в новой версии упоминается, что ранее он был простым человеком, добродушным и общительным громилой одного из хим баронов Зауна. К сожалению, он разгневал своего босса и тот в назидание остальным отдал Мунда в психушку, где тестировали всякие препараты, давшие мышцы и регенерацию, но лишившие рассудка. Приняв свои смирительные одеяния за медицинский халат, Мунда начал считать себя доктором. И видимо очень хорошим доктором, ведь его пациенты еще ни разу не жаловались на методы лечения Мунда. Под прошлым выпуском новостей было несколько комментов, которые сообщали о некой утечке двух будущих мидеров. Стража Света и Мрачного Йордла. Особо доверять этим сливам не советуем, хотя, определив первоисточник, обнаружили, что он находится в Бразилии. Что добавляет информации больше веса, ведь бразильский офис Riot самый дырявый из всех офисов компании. Собственно, это у нас стрелок по имени Акшан, которого называют пропавшим Стражем Света. Что, вероятно, должно объяснить, почему о нем раньше не было упоминаний. Арт выглядит довольно качественным, так что, как минимум, он претендует на один из возможных концептов. На втором изображении можно увидеть Мрачного Йордла. Арт выбивается из привычного стиля художников Riot. Но дизайн очень напоминает работы Эсбена Расмуссона, которому по нашим январьским предположениям должны были поручить создание чемпиона. Но даже если это подделка, разработчикам стоит задуматься о создании такого персонажа, ведь многим он очень понравился, и люди уже начали рисовать фан-арты. Как бы в подтверждение правдивости своих данных, Big Bad Bear сообщил о том, что Riot заблокировали его в своем твиттере. Ну а на что ставите вы? Это очередной бразильский слив, или парень просто решил похайпить на горячей теме? Riot работают над созданием трех новых предметов. Два из них появятся в игре уже летом. Насчет третьего пока не ясно. Возможно он появится лишь в предсезоне. Первый в списке — новый легендарный предмет для танков. Он похож на клятву рыцаря и конвергенцию Зика, но устанавливает связь не с союзником, а с врагом. Предмет уменьшает урон, который наносит выборная цель, а если она находится поблизости, то снижает еще и ее стойкость к контролю. Инструмент, по словам разработчиков, пригодится против раскормленных керри или команд, где основную угрозу представляет один чемпион. Также он позволит бороться со сплитпушерами. Следующий на очереди — масштабный реворк кровавого клинка. Это уже существующий предмет. В теории он отличный выбор для одиночек, однако на деле мало кому интересен из-за низких параметров. Разработчики переработают клинок и лишат его смертоносности, чтобы предмет мог брать любой чемпион с упором на силу атаки. Во-первых, клинок будет более полезен против нескольких врагов. Это оценит салаку игроки. А во-вторых, с его помощью будет проще сносить башни, которые охраняет крепкий оппонент, что в свою очередь оценят профессионалы. Оба предмета появятся в игре в одном патче, который будет нацелен на развитие идей сплитпуша. Третий предмет — легендарка для утилити саппортов, вроде сараки Жанны и нами. Когда такие чемпионы сталкиваются с врагом, они почти беззащитны. Из-за этого трудно играть против команд с агрессивными героями. Новый предмет позволит защититься от взрывного урона. Он будет похож на песочные часы Жони, но с уклоном в поддержку. Кроме того, сейчас разработчики исследуют и другие пробелы в системе предметов, которые можно будет заполнить в предсезоне. Несмотря на то, что при создании новых скинов разработчики стараются сохранить оригинальные силуэты и ключевые черты чемпиона, игроки периодически жалуются на то, что сложно понять, какой же персонаж скрывается за очередным образом. Но вот пользователь реддита под ником Swift пожаловался на классического Касадина, потому что он похож... на Гикарима? Что? Все дело в том, что на сплэш-арте у Касадина на каждом плече по два шипа, в то время как на актуальной модельке всего один. А помимо Касадина, такие же шипы имеет Гикарим. И такая путаница, по словам автора, стала причиной трех его смертей. Звучит как мастер оправдания 120 уровня, но ситуация забавная. Однако, изучая вопрос, мы обнаружили еще более забавное несоответствие, которое касается одного из первых крупных реворков лиги. А именно, Гангпланка 2015 года. Тогда еще не существовала текущей культуры реворков, и поэтому все переработанные образы оставлялись со старыми артами. Именно по этой причине у лысого и брутального матроса с плэш-арт дедули-морячка. А замечали ли вы какие-нибудь жесткие расхождения с плэш-артов и игровых моделек? Если да, то делитесь своими наблюдениями в комментариях. Куда большие трудности, чем шипы на плечах Касадина, в своих играх встречает игрок под ником Wheels11. У него церебральный паралич. Под его контролем лишь голова и пальцы на правой руке. Для передвижения курсора он использует тачпад, а для использования скиллов – голосовые команды. Его цель – привлечь внимание к доступности игр для людей с ограниченными возможностями. И особое внимание привлекло недавно залитое на Reddit видео. 1, 4, 6, 3, 1, 3, Играет он на американском сервере, преимущественно на топперах, лесняках и стрелках. Сейчас он находится в первом железе и имеет полторы тысячи фолловеров на Твиче. А если вы захотите поддержать парня, то ссылку на его стрим найдете в описании. А теперь продолжение рубрики «Чо там по багам у Виего». В прошлый раз мы показывали, как Виего при помощи вэшки Казикса размножал умения других чемпионов. Как оказалось, подобное работает и с минами Зикса, только в этот раз он умножал умения на 11. Такого количества фонарей трэша хватит, чтобы вытащить из передряги всю команду, а 11 вихрей Галлио позволят в одиночку забрать барона. Но это еще не все. Виего впервые опробовал свои силы в штурме Нексуса, и ему очень пришлась по душе шкура Сараки-бота, которая позволила не только побегать в обличии банановой королевы, но сохранить колоссальный запас ХП после истечения отведенного времени. О своем уходе на время летнего сплита сообщили сразу два адекерия. Лодик, игрок Юол, и Кинзу, игрок Краукрал. И в ЛСЛ намечается самый острый кризис адекерии за все время, хотя и до этого с крутыми стрелками все было достаточно туго. Как итог, в топы врываются два новичка, Мутант и Аргонат, бывшие игроки Рокс и Драгон Арми. За последний год в лиге был большой приток новичков, которые показали хороший прогресс. В грядущем сплите нас ждет еще больше новых лиц. Вот только наберется ли для них достойных наставников? Это очень важный вопрос. Подтвердилась информация о том, что БВИПа, топпер Фнатик, этот сплит попробует себя на роли лесника. Место же на верхней линии займет французский новичок под ником Адам. Ну что, посмотрим, получится ли Фнатикам таким составом улучшить результат весеннего сплита и подняться выше пятой строчки. К слову, по версии сайта eSportsEarnings, ВИПа находится на 49 месте по заработку с призовых. Верхняя двадцатка почти полностью состоит из корейцев и китайцев. Разве что в самом низу аккуратно притаился хорватский игрок Перкс, также выступавший на двух ролях. Из СНГ игроков выше всех Даймонд и Эдвард. У них 105 и 113 место. Далее идут Алексич и Кира, 139 и 141 строчка. На 162 месте находится ПВП Стэжес, а немного ниже можно увидеть Дарьяна и Генжу, которые некогда играли в гамбитах и закончили свою карьеру в 2014 году. Но и этого хватило, чтобы занять 170 и 172 место. На первом месте в наших сердечках находитесь вы, наши зрители. А на втором – прикольные видосики. В последнее время мы частенько показывали видео с инвейдами от Шака. Что ж, тем приятнее смотреть этот ролик. Смотрите это. Смотрите это. Новому Мундо сделали забавную анимацию атаки башен. Но что будет, если собрать его в скорость атаки? Калисто – сложный чемпион. Но если уметь на ней играть, можно знатно подрывать пятые точки противников. Субтитры создавал DimaTorzok Игрок из этого видео впервые за 10 лет получил пенту. И он играет не на Мисс Фортуне. Кажется, это самая смачная кушка Мордекайзера за всю историю Лиги Легенд. Смотрите, у нас тут немного поехал график. И в связи с этим хотим спросить, в какой день вам удобнее смотреть новости. В четверг? Пятницу? Или субботу? Или вообще без разницы? Надеемся, что вы поможете нам определиться. А на этом все. Делитесь выпуском с друзьями и пишите, что думаете о новостях прошедшей недели. Спасибо за просмотр и отдельное спасибо вот этим ребятам. Большое вам сердечное благодарочку. Ссылки на все новости в описании. Хорошего тебе дня и увидимся совсем скоро. Пока! И на мой канал тоже подписывайся. Там скоро будет крутой контакт. Там еще народ спрашивал, почему я так кривляюсь. А я не кривляюсь. Вы представляете, чтобы правильно артикулировать ртом, нужно губами шевелить, понимаете? Губами шевелишь и получается, что я кривляюсь? Дикция требует жертв. Продолжение следует...